всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня речь пойдет о замеакулькасе давно я вам не показывала своего гиганта и расскажу как я за ним ухаживаю я уже говорила что он у меня растет в 50 литровом горшке он очень большой у него очень толстые стебли ну немножко вас познакомлю с этим растением кто не знает замеакулькас монотипный род растений семейства ароины и представлены единственным видом замеакулькас замелистный происходящим из тропической африки а название получил он свое из-за схожести листьев с листьями заме и замея вам сейчас покажу это очень редкое растение и она у меня есть это очень древнее растение и видите листья как раз-то и напоминают листья замиакулькаса и из-за схожести листьев так и назвали замеакулькас замеакулькас конечно имеет очень декоративный вид ими украшают большие помещения также оранжереи и в квартирах и в торговых помещениях замеакулькас это конечно светолюбивое растение очень раскидистая и она требует очень много места то есть сейчас у меня подвязаны стоит если его развязать то он очень много места займет но так как я сказала что растение из тропической африки то естественно он любит повышенную влажность воздуха и я его редко но опрыскиваю и любит он конечно когда листочки ему еще и протирают мягкой тряпочкой то есть он не любит когда собирается пыль на листьях поливаю я его только теплой водой как все остальные свои растения растения не терпят холодной воды вода обычно из-под крана потому что растений много и отстаивать как бы вообще не получается с поливом нужно быть аккуратнее самая большая ошибка в содержании замеакулькаса это конечно полив он не любит частых поливов если в летнее время его можно поливать например два раза в месяц то в зимний период полив может быть и один раз в месяц а то и больше а то и в полтора как не в два это смотря какая температура в доме то есть по грунт должен просыхать просыхать и может даже несколько дней стоять сухой вообще просто так что с поливом нужно быть аккуратнее а подкармливаем я его тоже реденько удобрением для декоративно-лиственных растений и вот я сейчас хочу ветку взять смотрите у меня с меня ростом если бы он держал их но он их не держит из-за того что они очень большие и поэтому он распадывается представляете если бы я его развязала вот эти ветки бы они бы вот так в круговую конечно было бы очень красиво но пока не позволяет помещение я вообще хотела чтобы показать всю его красоту поставить просто на кухонный стол и распустить его чтобы вы увидели масштабы и вообще какой он красивый но мы с мужем не могли его просто он очень тяжелый у него во-первых листья-то сами тяжелые да еще 50 литров ну как бы там корни тоже уже такие клубни не смогли поднять тяжело если вы хотите вырастить такой большой замиокулькас нужно ежегодно пересаживать все больше и больше горшочки постепенно и тогда можете вырастить вот такой вот красивый замиокулькас и конечно же замиокулькас любит солнышко он любит когда на него попадает солнышко но неполуденные лучи чтобы не обжечь его кожистые красивые листья размножением я не занималась но знаю что укореняется вот листьями даже в перлите можно принципе укоренять но я думаю это очень долго наверное будет расти в общем я не пробовала да и забыла конечно же про грунт грунт он предпочитает рыхлый побольше песка древесного угля в общем нужно его довести универсальный грунт допустим да можно кокосовый субстрат добавить и обязательно песок в общем чтобы был рыхлый чтобы в нем не застаивалась вода и конечно же мое мнение если позволяют условия то такое растение нужно обязательно иметь доме вот такого красавца я себе вырастила ему уже лет 8 а то и 9 я его вырастила с маленького и каждый год пересаживала все больше и больше и вот таких размеров мы доросли я им горжусь мне он очень нравится я его люблю очень сильно если есть какие-то вопросы можете писать в комментариях я обязательно отвечу так что ставьте лайки подписывайтесь на мой канал увидимся в следующем видео и 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